Дорогие друзья, начинаем обзор матча 13-го тура голландского чемпионата. Тура достаточно интересного и тура снова результативного. На этот раз в 9 матчах был забит 31 голландского, примерно 3,5 мяча за игру в среднем. Согласитесь, весьма-весьма приличная результативность и гораздо выше среднего. Тур начался в пятницу с поединка двух достаточно принципиальных соперников. Не так давно было время, когда они вдвоем боролись за чемпионский титул. Азе принимает Твента. Но сейчас Азе в прекрасной форме и в группе лидеров перед этим туром. Алкмарский клуб находился на третьем месте. А вот Твента находился в зоне вылета. Такая вот печальная ситуация. Азе нам показали, кстати, тренера Твента Гертиана Вербека, который одно время работал в Алкмаре и работал весьма успешно. Азе выиграл четыре последних поединка голландского чемпионата. Твента столько же матчей проиграл. Ну и вполне естественно, что в Алкмаре инициатива принадлежала хозяевам. Даже в первом тайме вы видели шанс Векхарста, который замыкал дальнюю штангу. В этом эпизоде атаковал ворота Густил. Попал в соперника и арбитр посчитал, что пенальти здесь не было. И первый тайм закончился 0-0. Фрагменты второй половины нам показывают о том, как Бейн потерял бутсу. Вот она у болельщиков. Атака Алкмара Джаханбакш на Векхарста. Тот попадает в сетку с внешней стороны. Джаханбакш стал одним из героев поединка. Очень в очень хорошей форме этот иранский легионер. Один из лучших ассистентов Бундеслиги этого сезона. В активе Джаханбакша перед этим туром было 5 голевых передач. Ну а вот на 64-й минуте АЗ наконец-то удалось прорвать оборону Твента. Далеко не самую надежную в Голландии. Твента пропустил меньше других борцов за выживание, но все равно достаточно много. 11-метровый был назначен в воротах гостей. Зафол на Митсьо. И Джаханбакш его уверенно реализовал. Почти по центру, на силу. Ну и вратарь пролетел мимо мяча. Случилось это на 65-й минуте, а уже на 70-й. Атака правым флангом с участием Тила и Джаханбакша завершилась точным ударом в касание Ван Овери. Джаханбакш гол и голевая передача. Голевая передача стала 6-й в этом чемпионате. И по данному показателю Иранец вышел на чистое второе место в аэродивизии. Ну а кто впереди, наверное, не надо говорить. Конечно же, Акимзи ехал из Аякса, как было. Я уж даже не помню. Три последних сезона, по-моему. Еще один момент. Упустили хозяева поля Ван Оверием. Ухитрился в этой ситуации попасть во вратаря. Контратака на 80-й минуте Джаханбакш на Ван Оверием. А тот бьет в штангу. Ну, свой мяч Ван Оверием забил. И, в принципе, этот мяч окончательно успокоил Твента. Заставил гостей атаковать. И образовались вот такие вот дыры в обороне. Это момент Усюнтенца. Снова штанга выручает ворота команды из Энсхеда. Объективно, хоть Твенте и относительно неплохо защищался в атаке, гости не показали ничего. Ну, а этот мяч засчитан не будет. Еще один удар в стойку в компенсированное время. Азе в концовке явно расслабился. Отдал инициативу сопернику. Но не пропустил. Выиграл. И на тот момент, если учесть, что это был пятничный поединок, Алтмар взошел на вторую ступеньку турнирной таблицы. У него стало 28 очков. От Венте осталось 9. Субботний игровой день. Начинается с матча Венло-Вильям-2. И это был один из самых интересных поединков игрового дня. Давайте смотреть подробности этого матча. Оно того стоит, поверьте мне. В желтой форме футболисты Венло, хозяева поля. Матч очень важный в борьбе за выживание. Вильям находился на приграничном 15 месте с 10 очками. Венло имел 14 очков. То есть такой запас прочности есть. Но при этом Венло перестал исправно набирать очки. В лучшем случае, довольствуясь ничьими. Три последних поединка. Два очка. И только один забитый мяч. Но в этом, в этой игре Венло начал мощно. Были моменты в дебюте поединка у Хунте. Ну а на седьмой минуте Ван Крой классным ударом под дальнюю штангу, сильным ударом, открыл счет в матче. И продолжил Венло атаковать. После навеса Ти на Хунте бил все тот же Ван Крой. Это главный тренер. Вильяма на ваших экранах. Эдвин Ван де Лой. Более крупный план хотелось бы посмотреть. Был ли толчок в спину. К сожалению, нам не предложили режиссеры этого обзора убедиться в том, насколько прав был арбитр встречи. А обслуживал поединок Мюльдер. Только на тридцать шестой минуте гостям удалась первая толковая атака. Но прекрасно сыграл вратарь гостей Уннершталь. Вытащил очень и очень непростой удар от Франа Соля. Но тут снова Ван Крой угрожал воротам гостей. И здорово сыграл Брандер. Показали нам главного тренера хозяев поля Штейна. А это уже фрагменты второго тайма. Угловой подает Венло на 49-й минуте. Защитники выносят мяч. Выносят недалеко. Ван Крой возвращается в штрафную. А тут провал в обороне. И сразу два игрока Венло могли забивать. Отличился Ван Брюген. Тот самый Ван Брюген, который в прошлом туре принес неожиданную ничью в Роттердаме против Фейнорда. Забив дальним ударом на 86-й минуте. 2-0. 2-0. Венло повел. И если учесть, что в атаке у гостей мало что получалось, возникло ощущение, что на этом все закончится. Но нет. Вильям прибавил. И на 62-й минуте после углового сначала защитник выбил мяч из пустых ворот. А потом последовал удар 38-го номера вышедшего на замену бельгийца Азауи подставил ногу Акбечи нигереец. Потом мяч попал в защитника Венло и срикошетил ворота. 2-1. Счет стал на 62-й минуте. А на 71-й был поставлен пенальти ворота гостевой команды Леонард Ти немецкий нападающий получил по ногам и как обычно Лейманс с точки не оставил шанса вратарю соперника. Статус-кво восстановлен 3-1 и до конца играет 20 с небольшим минут с учетом компенсированного времени. И опять же ощущение того, что Венло выиграет этот матч было прервано вот этим ударом Бартоломио Акбечи. Теперь он головой замкнул навес со штрафного подавал центральный защитник Вандер Линден и случилось это на 74-й минуте, то есть спустя 2 минуты после третьего мяча хозяев поля. Интрига вернулась. Заиграли гости более активно и настолько активно, что даже брешу у своих ворот появились, но вот Леонард Ти упустил шанс увеличить счет в матче и, наверное, все-таки поставить окончательную точку атаку. У Вильяма компенсированное время получилась атака. Навес с правого фланга неудачно сыграли защитники и Бартоломио Акбечи, нигерийский нападающий, оформил хит-трик в этом матче. Причем снова, обратите внимание, простреливал на него бельгийц Азауи. Удачная замена, вышедший на поле. Бельгийц сделал две голевые передачи, вышел на поле в перерыве, но Бартоломео Акбечи, нигерийский форвард, отметился хитриком в этом поединке и стал полноправным героем матча и героем Тора. Акбечи с Хунте пообщались после матча. У Бартоломео Акбечи до этого поединка был в активе всего лишь один гол. Так что можете себе представить, легко посчитать, как он поднял планку. Следующий поединок Гронинген Финорд, матч, который мы показывали, матч, который мне довелось комментировать. обе команды подошли к игре в не хорошем состоянии. Проблемы и у тех, и у других. Гронинген с 12 очками находился вблизи зоны вылета. Финорд осел в середине турнирной таблицы, имея 19 пунктов. А главное, что с одной стороны Гронинген только в прошлом туре прервал свою серию безвыигрышную или пораженческую. Выиграв у Витеса со счетом 4-2 волевая победа была одержана. А до этого Гронинген проиграл 3 последних матча в чемпионате и выиграть не мог 5 встреч, в которых набрал только 1 очко. Серьезную травму получил в первом тайме левый защитник Хабс. Неудачно упал, но там плечо или ключица в общем лазарет Финорда не пустеет. Да, из 4-х центральных защитников остается только 2 Баттеген и Вандерхейден, но это же два основных. Хорошо, Ванбек выздоровел, Тапия выздоровел, именно они составили пару центр-бегов. Ну, а вместо Хабса вышел Микель Нелло. Тони Вилена в отсутствие Йенса Торстера играл ближе к атаке и имел очень много моментов. Это головой бил как раз Тапия, перуанец и из пустых ворот выбил мяч защитник Грони. Фейнорт. Вот один из моментов у Вилена после передачи Йоргенсена. Так вот, Фейнорт в последнее время играет очень неудачно. в Лиге чемпионов команда вообще не набрала ни одного очка, а в чемпионате Голландии не могла выиграть с первого октября. В пяти последних матчах Фейни одержал ни одной победы, правда и проиграл. Из этих поединков только один, зато дома Аякса принципиальнейшим соперник, куда еще и строкнущик. Это момент у Сэма Ларсона на последней минуте, его удар ножницами, но не через себя. не удался, а это снова Тони Вилена. Вилена был самым активным в поединке и в прошлом сезоне, когда Гронинген проиграл с крупным счетом 0-5 Фейнорту на своем поле, именно Тони Вилена положил начало этому разгрому открыв счет, ну а потом там был хитрик Эльера Эльер, игрока, который после завоевания чемпионского титула ушел в чемпионат Турции в Устанбул Башак Шихир команду, которая делила первое место с Галатасараем и в сезоне нынешнем разгромив его 5-1 на теперь уже позапрошлой неделе домашнем поединке хитрик Эльер, и в сезоне и в сезоне и в сезоне и в сезоне контратака фейнорда в самом начале второго тайма Берхуис ее раскрутил, продолжил Амрабад, Николай Йоргенсен повозился с мячом и прекрасно передачу на Берхуиса отдал, который великолепный сольный проход совершил, обыграл двоих за счет дриблинга, посмотрите как красиво он это сделал бил с носка с археопат удар отразил но никто не помешал Тони Вилене добить мяч в пустые ворота в абсолютно пустые ворота как и год назад как и в прошлом чемпионате Тони Вилен открыл счет в этом поединке только сделал это не в первом тайме а во втором контратака еще одна Финорда вроде бы Ванниф мяч перехватил но потом Берхуис подобрал перевел налево Сэм Ларсен на Берхуиса Берхуис возвращает Ларсену тот на Эляхмади дальний удар Эляхмади вратарь отбивает но мяч остается в игре атака Финорда продолжается и Ларсен с Йоргенсеном Йоргенсен вот так вот пофитил получил мяч пяткой от Берхуиса и перебросил Белкипера очень красивый гол вот он удар Эляхмади и я считаю что это положение вне игры у Берхуис оно не было пассивным хоть Берхуис и не коснулся мяча но вратарю обзор он закрывал и имитировал то что переправит мяч я считаю что такие мячи засчитывать ни в коем случае нельзя было но красоты гола тот эпизод не сбавляет бас бас Берхуис от пятки просто великолепно 2-0 Фиенорд ведет в счете продолжает атаковать удар Берхуиса безусловно лучшего игрока поединка хоть он сам и не забил ногой отразил пад тут бы вел двейку не бежать к судье с претензиями а продолжить играть может быть было бы больше подача дошла в ту зону от которую он отвернулся Джованни Ван Бронхорст главный тренер Фейнорда на ваших экранах повезло в этом эпизоде после удара Кивирика в перекладину ну а тут уже нарушение правил была игра рукой зафиксирована так что взятие ворот не засчитано да оно и состоялось после свиста 2-0 побеждает Фейнорд и одерживает первую победу без малого за два месяца параллельно с матчем в Гронингене начался поединок Валмило где местный Хераклес принимал бред 15 очков перед этим туром было у Хераклеса 9 очков было у Бреда и Бреда занимала предпоследнее место уступает Венте по худшей разнице забитых пропущенных мячей в зеленой форме в гостевой играет Бреда а показали нам главного тренера команды бельгийца Фревена разумеется Хераклес на правах хозяев тем более команда дома хорошо играет начал матч с атак и уже на седьмой минуте должен был забивать но здорово сыграл эстонский защитник Мекс остраховавший своего вратаря и выбивший мяч из пустых ворот а вот первая же атака Бреда завершилась взятием ворот Брама Кастро дальний удар рикошет и Кастро как ни старался до мяча не дотянулся неудачно конечно подставился под мяч бельгийц Вютинс соотечественник голкипера ну а гол на счету испанца Ангелинго однако лишь минуту вели в счете гости на четвертом в состоянии открыли счет на пятнадцатой Немайер полузащитник Хераклиса который становится одним из лидеров команды забил мяч ударом от перекладины из-за пределов штрафной площади на мой взгляд голкипер Берегити мог бы отбивать мяч не под перекладину а в воротах ну а у Немайера это уже пятый гол чемпион на пятнадцатой минуте он сравнял счета на двадцать третий Хераклис вышел вперед после углового удар слета в касание нанес центральной нападающей Гладон подавал ковос центр форвард замкнул это момент у Петерсона шведского легионера который по ходу прошлого сезона перешел из отри фрагменты второго тайма преда стало больше внимания уделять атакам и у Хераклиса получился шанс для излюбленных контрвыпадов но вот этот момент у Петерсона вышел в холостую и очень здорово сыграл бромкастер надо отметить что до этого Тора худшая оборона была как раз у Вильяма и Бреды которые по 27 мячей пропустили больше всех в чемпионате Голландии ну вот Вильям три мяча в Венло пропустил хотя и не проиграл Бреда ограничилась двумя но при этом Бреда гораздо меньше забил хороший шанс сравнять счет был у центрального нападающего Амброуза Кастро перевел мяч из-под перекладины я сказал Кастро отбил удар Петерсона конечно нет на 88 минуте болельщики помянули умершего в возрасте 88 лет конфликт Фревена и арбитра и обратите внимание конечно тренер прав игра рукой имела место снова неаккуратно сыграл Юитерс именно от него был рикошет но и после матча игроки Бреда продолжили предъявлять претензии арбитру А это минута радости у паренька болельщика Хераклеса Кувас отдавший голевую передачу подарил ему свою футболу заключительный матч субботнего игрового дня Херенвен против Зволи Херенвен в белой синей форме команда очень и очень здорово подсела после удачного старта когда Херенвен был даже в числе лидеров чемпионата Херенвен крайне неудачно провел последние два месяца в прошлом туре он разгромил Венске Детвенте но до этого проиграл четыре подряд матча потом сыграл ничью 0-0 с Роттердамской Спартой и этот поединок Херенвен начал хорошо на четырнадцатой на тринадцатой минуте флап красивым ударом в касание после навеса ветерана голландского футбола Стейна Схарса открыл счет в матче ну а потом началась чудить оборона хозяев поля это был момент у Нейланда удар по большому счету не получился и голкипер Ворнер Хан среагировал тут прекрасно сыграл Дидерик Бур сольный проход Эдегара и его удар был очень опасен но ногой голландский вратарь вернувшийся в возволе из Аякса среагировал и отвел угрозу тут Бур выручил не позволив флапу оформить дубль Эдегар выступил в роли ассистента так что по хорошему Херинген вполне мог и второй мяч сойти но в концовке был шанс суть и уже сплоховал Уорнер Хан на 43-й минуте аргентинский центральный защитник Фрейра падение головой переправил мяч в ворота после не самого на мой взгляд удобного навеса Махтара со штрафного а это нам показали молодого голландского центрального защитника Сандлера который получил травму в прошлом туре в матче с ПСВ Эндховен и Фрейра как раз Сандлера и меня в самом начале второго тайма Зволи вышел вперед отличился Мустафа Саймак случилось это на 49-й минуте снова неудачно сыграли защитники сначала не помешали вот это град сначала не помешали Намли пробить поворотом потом не помешали добить мяч в сетку Саймака в град очень приличный но к счастью град как правило долго не продолжается игра возобновилась и и дальним ударом Мустафа Саймак стряхнул воду с переклади выход и только потом момент имел эфир мощный центральный нападающий силового плана не получился удару центрального защитника Хёга дачанина как спокойно играет бур в компенсированное время и не ваут выбил своему отдал другое дело что свой мячик потерял с воля проигравший в прошлом туре по СВ и это всего лишь второе поражение в чемпионате было одерживает волевую победу и продолжает идти в группе лидеров у команды 25 очков и четвертая позиция воскресный игровой день начался с матча Аякса и Род Аякс перед этим туром шел на втором месте Рода замыкает турнирную таблицу и вот это вот противостояние лидера с аутсайдером в принципе наверное сказалось на настрой амстердамского Аякса который вышел ну недостаточно собранным и дебютный отрезок объективно говоря Аякс не удался Джастин Клюеверт Австрийц Вебер ввернул мяч Клюеверту но удару Нериса не получился Зейфуйк молодой защитник правый защитник воспитанника Аякса вышел на поле в стартовом составе это был его дебютный выход он играл против киевского Динамо в матче юношеской лиги чемпионов ну получил в глаз там что-то видимо с линзой случилось и в перерыве Зейфуйк был заменен Фрэнки Дейон момент у Джастина Клюеверта не факт что не было офсайда но в любом случае Клюеверт выход на один не реализовал причем даже до удара его пошло банальный штрафной в центральной зоне Аким Зиех нарушил правила привел к голу ворота Аямс Мяч метался по головам игроков в конце концов Симон Густавсон поигравший за Фейнор так что для него это было принципиальное соперничество он собственно Фейнор и принадлежит головой скинул на голову опять-таки центральному защитнику Куму и тот открыл счет в матче не факт что не было офсайта но с того ракурса который нам предложили очень трудно понять и говорить со стопроцентной уверенностью нереально следом начинают каяксу удалось сравнять счет в раздевалочку что называется Джастин Клюверт обыгрался с Зиехом у Зиеха восьмая голевая передача вышел один на один и шанс реализовать в перерыве удар удар слета в исполнении дачанина Каспера Дольберга после наброса Зиеха Юриус выручил ну как выручил фактически во вратаря пробил дачанин Ван де Бек Нерес из передачи Нереса Дольберг выводит Аякс вперед 2-1 конечно не обошлось без рикошета вот смотрите еще раз Кум автор разобитого мяча неудачно подставился под этот удар и от его ноги Руглэ оказался в ворот Включилось это на 59-й минуте а секунд через 20-25 Джастин Клюверт оформил дубль Френки Де Йонг здорово сыграл на перехвате ну а Клюверт пробежал с мячом до штрафной и не входя в нее издали пахнул по диагонали в дальний угол нельзя конечно позволять бить поворотом из такой дистанции доволен Кейзер красивый был действительно красивый ну и все Аякс понесся Рода встала вышедший на замену Сим Де Йонг вывел Дольберга один на один но Юрию свой ручер А на 75-й минуте Френки Де Йонг Ассистирует Ван Де Бек Ван Де Бек в прошлом туре в матче с Бредой который Аякс на выезде 8-0 выиграл оформил хитрик и вот забивает во втором матче кряду после отличного паса Френки Де Йонг ну и 85-я минута Френки Де Йонг по диагонали запускает длинную передачу на Джастина Клейверта и тот техничным низовым ударом в дальний угол делает счет 5-1 вот он пас Френки Де Йонга великолепный пас вот и получается что Френки Де Йонг выйдя на замену в перерыве за тайм сделал 3 голевых пас ну а Джастинг Клейверт оформил в этом матче хет 3 и надо сказать что его знаменитому папаше Патрику Клейверту ни разу за годы выступления в Аяксе не удалось забить 3 мяча в одном трое так что в этом плане Джастин уже отца переклюнул замена в конце поединка под овацией к слову это были первые голы Клейверта в нынешнем сезоне до этого он ни одного мяча в чемпионате Голландии не забил напомню что Клейверту всего лишь 18 лет Юнеса нам показали именно вместо Юнеса Джастин Клейверт играл на позиции левого а заменил его норвежец Юнсен еще один молодой парень тут прострел Ван Дебека на Делита Денис Юнсен норвежский форвард которому только 19 лет и это был его первый выход на замену в Аяксе в аэродивизии вообще он воспитанник Русенборга норвежского так что с дебютом Денис 5-1 в пользу Аякса у Аякса становится 28 очков и по разнице мячей он обходит Азе Алхмар ну и конечно Аякс в последних поединках впечатляет 8-0 над Бредой на выезде 5-1 над Родой дома 13 мячей в двух последних поединках забил Аякс Роттердамская Спарта принимает Утрин тоже матч двух разных по классу команд хотя и не так велико конечно различие как в паре Аякс Рот уже на первой минуте Закария Лобиат после прохода Керка делает счет 1-0 хороший проход отличная передача назад на набежавшего партнера и Мараканец заставляет капитулировать голкипера Спарты Корцмитер травма его полученная в прошлом туре оказалась не серьезной Корцмитер играл и играл весь мяч так вот Утрих перед этим туром имел 20 очков и шел на пятом месте турнирной таблицы Спарта имела 11 очков и шла на 14 позиции опережает только на 2 очка идущий пока в зоне вылет от Венты и обред Алекс Пастор главный тренер Спартанов но это уже фрагменты второго тайма в первом тайме его команда ничего в атаке не показала проиграла заслуженно удар со штрафного Закария Лобиада и неплохой сейф Корцмита а на 55 минуте пожалуй первая опасная атака хозяев поля завершилась точным ударом Прешвиц Прешвиц вышел на острие атаки в этом поединке и замкнул атаку с участием Сануси и Мюр Мюр записан ассист ну а немец Прешвиц Ник Прешвиц забил первый мяч за Роттердамскую спаль он перешел из бельгийского Сентрильдена впервые вышел в основе ну и в целом судя по отзывам оставил неплохое впечатление 30 лет Прешвиц игрок опытный поколесивший по разным странам играл в Свейцарии играл в Вадутсе играл у себя в Германии за Ганновер и Падерборн играл в Англии и Бельгии ну в общем поколесил теперь в Голландии при счете 1-1 инициатива перешла к Утрихту и моменты у ворот Корсмита участились тут же даже защитники страховали Голлкипера не позволив Урби Эммануэльсену вывести Утрихт вперед повтор На 70-й минуте Корсмит сплоховал пропустив совершенно необязательный мяч после удара Захарии Лобиада со штрафного дав ближнюю девятку но с такой позиции вратарь мне кажется пропускать не имеет Дубль Лобиада А на 75-й минуте Керк ставит точку в матче после скидки Ван Дестрейка забил он прошел по зоне правого инсайда и пробил в дальний угол и опять-таки мне кажется что этот мяч вратарь слишком уж сместился ближний угол Корсмит и не дотянулся до мяча который был послан под дальний штраф удар со штрафного в исполнении Сануси доставил хлопот вратарю Утрихта Йенцену тот справился и его команда выиграла со счетом 3-1 у Утрихта становится 23 очка и остается пятая позиция ну а Спарта с 11 очками 14 только вот теперь ее догнал Вильям Ван у которого чуть-чуть хуже разница забитых пропущенных мячей третий матч который мы показывали роттердамский эксцельсиор принимает ПСВ Эйнхолл эксцельсиор имеет 17 очков и находится в середине турнирной таблицы пропустил он в этом туре вперед Хераклис и с 9-го места на 10-е скатился ну а ПСВ безоговорочный лидер лидер который проиграл в Херинвине и выиграл все остальные 11 предыдущих поэзий и этот он начал уверенно на 13-й минуте в борьбе с Люком Де Йонгом после подачи со штрафного центральный защитник эксельсиора Маттей срезал мяч в собственные ворота тут же опасный удар наносил Лакадия но вообще применительно к эксельсиору нужно заметить одну вещь вроде бы очков у команды достаточно 17 но из этих 17 очков дома добыты только 4 перед этим туром команда из 6 домашних матчей 1 выиграла 1 сыграла в ничью 4 проиграла а в гостях все с точностью наоборот 4 победы 1 ничья и 1 поражение вот такой вот парадокс имени эксельсиора 12 мячей забито в гостях только 3 дома так что команда сугубо гостевая которая любит играть на контратаках ну а дома хоть она и против ПСВ могла попытаться играть на контратаках но слишком велика разница в классике посмотрите какие моменты имеет ПСВ Лосано бил поворотом тут буквально с линии не сумел добить мяч Локадия после попадания в перекладину и наконец на 41 минуте Лосано после передачи Сантьяго Ариас Ариас в прошлом туре не играл взволе Лосано дело еще 2-0 снова говорим о том что помог рикошет и опять таки неудачно сыграл Матей в первом случае он забил в свои ворота во втором случае рикошетом от него мяч оказался в раздевалку хозяева могли забить и даже забили но здесь гол люка до Йонда на первой минуте второго тайма защита не был посчитал арбитр что люк забил рукой хотя на мой взгляд там было плечо а не рука и такие мячи можно защитить на 52-ой минуте Райан Колвейк после передачи Элберса вернул интригу сократив отставание в счете неудачного в обороне сыграл Гастон Перейра но в принципе никогда умением обороняться не выделялся а вот здесь начудили центральные защитники Исима Мирен и Шваб Элберс мяч перехватил однако пробить Ера на зото не сумел и попал ему в рот еще один шанс у Эксельсера два подряд удара наносил Эля Зузи и в обоих случаях не сумел поразить ворота тут уже Ван Дуймен ну вот обратите внимание Элберс снова отдавал передачи вот удар Эля Зузи ну и удар Ван Дуймена под который самоотверженно бросался защита были были шансы у Эксельсера сравнять счет и только уже после этого Марко Ван Гинкель создал что-то у ворот хозяев поля его удар со штрафного пришелся в переклад в компенсированное время едва не срезал мяч в собственные ворота Николя Исима Мирен но при очень плохом втором тайме ПСВ все-таки 3 очка завоевал одержал 12-ю победу в 13-ти поединках 36 очков у Эйнховена и 8 очков преимущества перед Аяксом и Азе заключительный матч Тура Витес против Денхага Витес шел на 16-м месте с 19-ю очками Денхаг находился в середине турнирной таблицы на 11-й позиции 17 очков ну как на 11-й был на 10-й Тераклис его обошел выиграв на канале это нам показали Мила Тарашицу Касоварского легионера который пропускал этот поединок вместо него кстати на правом фланге атаки сыграл совсем юный Ван Берген очень и очень талантливый паренек игрок юношеской сборной Голландии на которого я всегда когда комментирую матч с участием Витеса рекомендую обратить внимание ну вот этот матч он провел полностью ему только 18 лет такой маленький техничный это был его дебют в нынешнем чемпионате и сразу не просто в стартовом составе сразу он весь матч полностью в этом эпизоде в начале второго тайма схватил на ворон Афора за руку Бакер однако Пим Матовш не реализовал 11-ти метровую удар хорошо сыграл Цвинкель скалкипер команды из Гаги ну и Матовш пробил не лучшим образом первый тайм в этом матче вообще был никакой и я честно говоря даже пожалел что начал его смотреть второй был поинтереснее ибо прибавил уже Витес заиграл гораздо активнее Витес как и Денхак в этом сезоне как и Эксельсер простите в этом сезоне сугубо домашняя гостевая команда дома Витес в предыдущих шести матчах одержал только одну победу при двух поражениях а в гостях выиграл четыре матча из шести при одном поражение и поединок с командой с Гаги дался Витесу очень тяжело да начали создавать моменты после перерыва подопечные Хенка Фрейзера тут каркас выручил но согласитесь и Витес и по составу сильнее по подбору игроков ну и не будем забывать что действующий обладатель кубка на 71 минуте подвел Денхаг и Буэхи получивший подряд две желтые карточки но вот этот вот фол на маунте такой можно было на мой взгляд и не давать вот нам показывают два момента когда штанга выручила ворота Денхага снова маунт наносил удар и снова Цвинкерс сыграл очень здорово две штанги незабитые пенальти перекладина в этом эпизоде то есть моментов хватало голов не было и прекрасно сыграла Ремко посверху опытнейший голкипер своевременно вышел из ворота и не позволил Бекеру реализовать выход 1-0 на 86 минуте гости заработали право на угловой скидка Бергельс Дейка арбитр дает команду продолжать играть вот он на ваших экранах на мой взгляд там друг друга держали защитники нападающие и самое главное что рефери все видел абсолютно служил матч Янсен и в ответ на атаке после стандарта у ворот Денхака после углового в исполнении маунта центральный защитник американец Мясга открывает счет на 87 минуте только Витас реализовал свое преимущество причем как раз в то время когда Денхак осмелел и начал контрактать но в компенсированное время уже Ван Берген мог отличиться здорово сыграл Цвинкельс в очередной раз прекрасную игру продемонстрировал голкипер Денхага а на четвертой компенсированной минуте Ван Берген головой начал контратаку продолжил ее Люк Кастаньес вышедший на замена завершил ударом по пустым воротам Брайан победа Витаса 2-0 сложная победа но на мой взгляд заслуженная и самое интересное из 7 лучших команд лидеров в турнирной таблице после 12 туров в 13 туре выиграли вот такой вот тур лидеров тур интересный результативный и на этом я Андрей Шахов буду заканчивать наш обзор спасибо за внимание до следующих встреч субтитры Продолжение следует...